Ну что, давайте знакомиться. Меня зовут Владимир. У нас очень приятно. Олена, вы попали в автомобиль, в который можно проехать бесплатно. Все просто. Мы с вами едем с пункта А в пункт Б, проведем поездки, вы отвечаете на вопросы. Если к концу поездки вы ответите на себя вопрос правильно, то, соответственно, поездка будет бесплатна. Поэтому вряд ли. Ну, зато мы с вами сейчас через пробки по нашему замечательному городу проедем и не заметите. У вас есть права на ошибку. Один раз можете ошибиться. Это уже приятный сюрприз, да? У вас есть возможность убрать два неправильных ответа. У вас есть возможность позвонить другому. И так как это совместный проект компании Телемикс, вы понимаете, да, у нас покажут на телевизор, и компания Апельсин, то у вас есть подсказка у компании Апельсин. Четыре вот этих вот маленьких, приятных бонусов на поездки. Я еду за рулем. Вы читаете вслух вопрос. Вы читаете четыре варианта ответа, вы же нажимаете. Тыкайте. Справитесь? Может, не надо. Тогда я вас высажу. Справитесь? Ну, наверное. Наверное, с радостью на лице сказала. Вам понравится. Ну что, я желаю вам удачи. Начали? Что указывают цифры на кнопках лифта? Так, сумма за проезд, число мест, все в килограммах, номер, номер, номер. Ну, ничего. Ну, нажимайте. Какой у вас прекрасный маникюр. Смотрите, вот для удобства можно вот так вам подержать. И вам будет... Ну, что, то есть она же трясется, но у нас же дороги же ровные. Это мой правильный ответ. Устройство зданий для быстрого подъема людей и груза. По-моему, это тоже из этой серии вопрос сейчас, да, был? Да, что-то такое. Это? Не забывайте, перечисляйте. А, перечисляйте. Да, конечно. Какой конструктивной особенностью обладает стены, студии звукозаписи, морозоустойчивостью, шумоизоляции, гидроизоляции, термоизоляции, шумоизоляции? Это было. Ну, наверное, правильно думаете? Конечно. Ну, это правильно. А как вы боялись? Ой, я не получат, я не знаю. Сложно? Да нет, ну, пока что. Так, что сигнализирует рыбаку о поплеве рыбы? Сирена, маяк, поплавок, рыбнадзор. Поплавок. Ну, иногда и рыбнадзор. Да, конечно. Правильный ответ, идем дальше. Так, какая линия соединяет вершину неправильного треугольника с серединой противоположной стороны? Вы школу закончили? Да. Так. Так, с математикой тяжело. Нет, не забывайте. Во-первых, есть право на ошибку. Если ошибемся, ничего страшного. Ну, понятно, что невозможно. Подумаю. Да. Ну, во-вторых, мы все-таки... Аплодиема, медиана. Так, средняя линия треугольника, бисектриса. Это какая линия соединяет вершину неправильного треугольника с середины противоположной стороны? Ой, да. Я вот из математики помню, что бисектриса – это крыса. Да, это, которая делит угол пополам. Бегает по углам, и делит угол пополам. Это я помню. Средняя линия треугольника. Какая линия соединяет вершину неправильного? Обобщение медианы неправильного. Так, может быть, бисектриса – это и правильно? Есть правильный ответ? Ну, просто как-то, может быть, за углом написали. Ну, давайте так. Правильный треугольник вот так? Неправильный может быть вот так, да? Ну, здесь неправильный треугольник. Неправильный, допустим. Неправильный треугольник, да? А мы говорим... Что там? Какая линия? Линия соединяет вершину вот сверху. И с серединой... Ну... Нет, это мои догадки. Я могу ошибаться. А то вы сейчас неправильно ответите и скажете... А, вы мне неправильно подсказали. Ну, давайте это два уберем. Итак, мы убираем два неправильных ответа. Да, привет. О! Я сказала, это либо Абофема, либо Медиана. Это на мой. На пеником? Да, я вот сейчас не знаю, как Абофема или Медиана. Медиана – это тоже что-то. Медиана, Медиана. Мне кажется... Медиана, она вспомнит, что такое Медиана. Так хочется в Google завалить, правда? Только потому, что вы не вспомнили, что такое Медиана. Это был правильный ответ. Да. Ничего страшного, это было право на ошибку. Мы с вами продолжаем. Ничего страшного не произошло. Мы использовали с вами две подсказки. Мы убрали два неправильных ответа. Блин, я почему-то не знаю, если кто-то подсказывал, что это видео. Ну, ничего страшного. Смотрите, ну, наша задача с вами – приятно провести поездку. Ну, все. Да, получить удовольствие от поездки. Чего заниматься самоедством? Невозможно знать все. Даже я не знаю. Ну, я вот реально не помнила, что такое. Все. Забыли про тот вафрос. Что, опять что-то? Мы продолжаем. Следующий вопрос. Каким словом называют самого известного участника фестиваля, чье имя на пишут в самой верхней строке? Арлайнер, Сенсей, Орлайнер. Я не слышу, я не слышу. Да. Арлайнер, Хедлайнер, Сенсей, Орлайнер. Ну, тут вы должны. Вы молодая, прогрессивная. Вы должны знать. Угу. Конечно. Это в мои-то 20. Да? Я не говорю о вашем возрасте. Ну, да. Так. Арлайнер, Расслабай. Давайте рассуждаем. Так, каким словом называют самого известного участника фестиваля? Чье имя на пишут, что самое, наверное, в сугене. Ну, Гэдлайнер, Сенсей, Орлайнер. Давайте пойдем методом исключения. Я таких слов не знаю. Орлайнер. Орлайнер, что такое? Да я не знаю. Вечеринка на улице. Орлайнер. То есть уже не то. Да, ну, мне кажется, либо Хэдлайнер. Сенсей. Сенсей. Ну, тоже что-то. Тоже не за то, опера, это точно. Это единоборство. Арлайнер, Хэтлайнер. Мне кажется, это хэдлайнер. Айрлайнер и Хэтлайнер. Что созвучит? Что нам знакомо? Хэтлайнер. Ну, мне тоже это знакомо. Давайте. Давайте вы первые. Смотришь, молодец. Да, это было правильно. Еще 15 вопросов. Не-не-не, еще 20. Ну, а как называют детеныши козы? Чем громче мне прям идет. Как называются детеныши козы? Козы. Планята, козлята, котята, ежата. Козы. Козлята. Почему-то так хочется сказать, котята, козлята. Ну, тут же. Ну, ну. Ну, так. На каком топливе есть трамвай? На ледине, на электричестве, на растительном масле, на дровах, на электричестве, на дровах, на дровах. Понимаете? Всяко, не на дровах. Нет, есть троллейбус, есть трамвай. А троллейбус, на чем ездит? Тоже на электричестве. Ну, я просто. Не, ну, вы рассуждаете. Нет, это правильно. Что необходимо знать, чтобы измерить объем мяча? Ну, давайте. От чего ушли, к тому и пришли, да? Так, закон Джолдер, Ленса. Так, скорость света. Постоянную. Ну, так, еще постоянная планка, число Пи. Объем мяча. Закон дрова на лед. У нас подсказка осталась помощь от компании Апельсин, и у нее подсказка звонок группу. Давайте под компанией Апельсин. Итак, мы перед рисуем вопрос. Компания Апельсин, они спорят, дерутся там, дискутируют, чтобы ответить правильный вопрос. Блин, это число Пи? И это было число Пи. Их вариант мы принимаем, и это правильный ответ. Что надо сказать? Спасибо большое. Правильно. Идем дальше. Все еще вопросы. Кто из этих богов не жил на Олимпе? Гефест, Янус, Гермес и Девс. На Олимпе. Тяжко. Так. Гефест, Янус, Гермес, Девс. Ну, Девс жил там. Гермес, Янус, Гермес. Я с Вахами вообще не друг. Я тоже, вот, и молодее, поэтому и думаю. У нас остался звонок другу, позвоним маме, спросим, она у него. Да, она не разбирается. Давайте. Гефест, Девс, Гермес. Нет, это сложный вопрос. Ну, да, это такое прям. То есть, если даже ответить неправильно, даже не так обидно будет. Если вот, ну, Гермес, да, там, например, и Зевс, они, как бы, более знакомы, то бы, Янус и Гефест, ну, как бы, и как бы, правильно? Кто это вообще? Тяжело, да, тяжело. Тяжело. Тяжело, ну, как бы, Зевс, это еще ладно, это, ну, как бы, еще слышали, так. Ну, и Гермеса тоже, да? Да. Ну, и, кажется, Янус, давайте попробуем. Ну, ну, вряд ли попробуем. А вы все-таки тайными знаниями про богов-то это владеете. Кем была Алена из кинофильма «Чародеи»? Фильм редко смотрю. Так, «Зимой, баба-ягой, снегурочкой, ведьмой». «Чародеи»? «Чародеи», так. «Зимой, снегурочкой, ведьмой». А, вы тоже скрытая фея, да? Так, какого цвета нет на государственном флаге Армении? Оранжевого, синего, белого, красного. Армения, а не оранжевого. Думаете? А тут бежим? Ну, ничего страшного, мы попытались. Все, да. Ну, попытались, условно, сейчас дальше спокойно поедем. Спасибо вам большое, но я напомню, что каждый вторник в 19-20 вы можете видеть не только себя, но и ваших друзей. Так, давайте знакомиться. Меня зовут Владимир, у вас есть Павел. Очень приятно. Павел, поздравляю, у вас по спальни в автомобиле, в котором можно проехать бесплатно. Все просто. Спасибо вам, да, да. Мы с вами едем с пункта А.П.М. Во время поиска отвечает на вопрос. Если вы ответите на все вопросы правильно, то поиска будет бесплатно. У вас есть право на ошибку один раз, вы можете ошибиться. Так, ёхо и напряжение не упало. Не, наоборот, подробнее сила. Правильно. У вас есть возможность отправить два неправильных ответа. У вас есть возможность позвонить другу, ну, или подруге. И так как это совместный проект компании Телемикс, нашей местной, в Сурице, и компания Бензин, то у вас будет подсказка у угол компании. Все понятно? Или непонятно? Ну, так, немножко. В общем, едем, получаем удовольствие от поездки, общаемся. Вы читаете вслух вопросы, вы читаете четыре варианта ответа. Вы же нажимаете. Лучше вот так это делать, даже рукой и пальцем. А я рулю. Все. Желаю вам удачи. С чего состоит лес, Таня? Из цветов, из песка, из деревьев, из камней. Ваш вариант. Из деревьев. Он должен пойти. Ну, сейчас узнаем, правильно ли это. Правильно. Это мы боялись. Идем дальше. Следующий вопрос. Да, какое дерево является символом России? Какое дерево является символом России? Да, дуб яси. Бау-бау. Такое вообще нет. У нас и дуб, и береза. Я так думаю, береза. Да, да, да. Тут и не поспоришь. Следующий вопрос, это дальше. Так. Где впервые появились супергерои? Ну, я думаю, наверное, мне кажется, все равно в реальности. С реальностью доберутся фильмы потом. Так, вы думаете, что реальность? Так, хорошо. Напомню, у вас есть право на ошибку. Вы, если же выйдете, с вопросом продолжим. Что страшного не произойдет. Ну, это реальность. Я тем самым хотел вам подсказать, что все-таки с Комиксом не дали возможность. Ничего страшного, это было право на ошибку. Просто продолжаем с вами поездку, продолжаем игру. Но теперь уже право на ошибку у вас не будет. Я понял. И все? То есть, если проиграете, то помните, оплачивайте поиску в Традам размерить. А что, я не говорил, разве? Это вообще не было. Как в народе называют, делаю горячку. Ну, белочка. А какие варианты называют? Перечисать, я же заблю. Енот, белочка, белизна, свинка. Тут только белочка. Надеюсь, вы с ней не знакомы. Нет. И не хочу, пока ты знаком. Пока. Вообще. Вот. Правильно. Правда, Саша, пожелание. Следующий вопрос. Да. Как называется детское лакомство? Шоколадный хлопок, сахарная вата, марбеладная шерсть, вафельное полотенце. Наверное, шалю. Сахарная вата. Ну, из того, что есть, тут самое логичное. Да, да, да. Это был правильный. Адерем дальше. Так, что запрещает банкомат владельцу банковской карты? Что запрашивает банкомат? Запрашивает или запрещает? Запрашивает. Что запрашивает банкомат владельцу банковской карты? Паспорт, пин-код. Ну, пин-код. Ну, иногда и чаевые. Пантома, да? Да, да. Какой предмет лишний в списке? Мыла зубная щетка, майонез, полотенце. Майонез. Хотя кто-то без майонеза жить не может. Ну, логично, наверное. Вы убираете, если вы убираете? Ну, да. Понятно, что вы сейчас ждете моего добрения, чтобы право на шивку тоже нету, да? Нет, ну тут как бы полотенцем было. Все-таки так. Какой пушкинский персонаж восклицал царство лежа на боку. Ну, пушкинский персонаж. Царство лежа на боку. Мирный всадник за... да. Здесь у нас царство. Царство лежа на лебедь. Золотой педушок. Золотая рыбка. Ну, а тут уже, конечно... Ну, вроде бы, вопросы не сложны, с одной стороны. С одной стороны, да? То есть, с другой стороны, если вы последние, там, две недели не читали сказку детям? Я вообще их мечтал. Ну, то, что себе, а детям. Детям тоже у меня дочки 6 лет, так что. Я ее редко вижу. Какой пушкинский персонаж. Пушкинский персонаж. Подсказки. Убрать два неправда. Позвонить другу. Может быть, убрать два неправда. Или помощь в компании. Итак, убираем два неправда. Ну, смотрите. Выбор ваш. Ну, я думаю, золотой педушок. Лежит на покоу царство, да? Да. Я думаю, так. Вы в римус очень чуть теряете. Но выигрываете и идете дальше. Следующий вопрос. В каком океане находится большой барьерный риф? Барьерный риф северной, не дай мне. Инбийский риф. Атлантический. Ну, я думаю, все равно Ледови там, наверное. Большой, барьерный... А, подключу, барьерный риф. О, барьерный риф. Да, 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 да. Ледови там надо там. Айсберги, да, да. Атлантический, да. Атлантический, да. Ну, риф это подводные скалы, да? Да, да, да. Подводная гора какая-то, да? То есть, длинный спортивон. Так, так. Что здесь можно еще сделать? Вы можете воспользоваться звонком другу, позвонить кому-то, кто у вас специалист в области. Да, тихий, я живу. Или воспользоваться подсказкой компании Абельсин. Мы передашем вопрос, они нам помогли. Передашем? Давайте. Так, мы передашем вопрос компании Абельсина. Дерутся, спорят, дискутируют. И больше и чаще считают, что это вариант С тихий. Вы вправе принять этот вариант? Или все-таки не согласитесь с ним? Ну, смотрите, большая чая, 68, они там отправились. Ну, да, да, там островов, да. Ну, надо так. Давайте идти. Слушай, прислушаемся. Смотрим. Что надо сказать? Спасибо. Компания Абельсин. Идем дальше, все началось. Из цветков пустарника такого рода изготавливают чайный напиток Каркаде. Каркаде, это красный для нас. Амелья. Жирщины. Календула. Вот, я прямо сейчас скажу, я в чем-то думал, что Каркаде делается из роз. А тут тоже был вариант. Я тоже, да, думал. А тут тоже этого варианта нет. Нуженщинь, календула отпадает. Это тибискус. Камелия. Это, я так думаю, она с камелией. Самое ужасное, что я даже не понимаю, как она выглядит на камели. А вы так уверенно отвечаете? Ну, типа розового, да? Красный, да, Каркаде чай. Ну, то есть, если вы уверены... Цветков пустарника. Еще раз смотрюсь. Ничего страшного, не произойдет. Вы уже сами столько проехали. Кустарник, кустарник. Я думаю, банан на календу. Камелия. Выдирайте. Ну, ничего страшного. Зато большую часть путем проехали. Вы даже не заметили, как. Ну. Спасибо вам большое за участие. Напомню, что каждый турник в 19-30 на канале Телевикс вы можете увидеть не только себя, не только своих друзей, но и гостей города. А вы к нам приехали из Краснодара. Из Краснодара. Спасибо за участие. Всего доброго. Мы продолжаем поиску. Спасибо. Здравствуйте, девчат. Меня зовут Владимир. Вас? Лена. Да, я. Очень приятно. Чего? Аж закашлял. И так, мы с вами идем из пункта А в пункт Б. Во время поездки вы отвечаете на вопросы. Если к концу поездки вы идете на все вопросы правильно, поездки будут бесплатны. Угу. Радостная помощь, да? У вас есть право на ошибку, вы один раз можете ошибиться. У вас есть возможность выбрать два неправильных ответа. У вас есть возможность позвонить другу. И так как это совместный проект компании Телевикс компании Аппенсин у вас есть подсказка компании Аппенсин. Угу. Все просто. Вы читаете вслух вопрос. Четыре варианта ответа. Вы же нажимаете и я завлю. А я со своей стороны желаю вам отвечу. Начали. Ладно, пожалуйста. Читайте вопрос. Где рекомендуется хранить лед, чтобы он не растаял? Читайте ответы, да? Или можно просто сразу нажимать ответы? Нет, ну конечно читаем варианты ответы. Я же за рулем. У соседа в морозилке, в кармане, в микроволновке. Естественно, в морозилке. Мы даже о подруге не спросили, да? А зачем? Тут и так все понятно. Да по-любому все. Вот я бы тоже этот вариант выбрал. Часово. Как еще называют рядового пользователя компьютер в сленг? Кейзер, юзер, компьютерщик, браузер. Юзер. Юзер? Да. Я думаю тоже. Ну так. Смотрите, для удобства лучше вот так рукой, потому что сейчас там мы снимаем, а когда подъехали будут трястись. Это будет правильнее? Какие объекты являются основным источником информации о динозаврах? Машина времени, летопись, кости, сарафанное радио. Костя? Да? Костя? Мне это тоже правильнее. Вы же такие молодцы, я же не успеваю даже это. Советовали интересы и что-то обкомментировать. Как почтительно обращаются к мужчине в Испании? Господин, мачо, пан, дон. Ох, это сложно. В Испании, да? Четыре вопроса на светофоре ответили, и только поехали. Наверное, что, дон или пан? Ну, не забывайте, здесь подсказки. Давайте минус два сделаем. Итак, мы делаем минус два. Так, мачо и дон. Почтительно. Почтительно. В Испании. Всяко не мачо. Мне кажется, это дон все-таки. Дон – это река. Нет, это правильно. Значит, дон река. Значит, дон река. Не забывайте. Блин. Еще бы знайте. Кто? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Ну, смотрите. У нас есть, чтобы позвонить кому-то мы можем. И у нас есть подсказка от компании Апельсин, а также если мы ответим вдруг неправильно, мы просто продолжим у меня вот тоже на него почему-то нет, Высоцкий да, классика тут от этого никуда не денешься да, конечно ничего страшного да, ничего страшного продолжаем, это было право ошибка как еще называют песню, инструментальную тему или вообще собирательно все песни из определенного фильма мюзик трек картотека, саундтрек стартрек вы молодые, прогрессивные все знающие а вот про Высоцкого да что ставит под мышку больному манометр спиртометр термометр спидометр но было бы очень странно, если бы ставили спидометр что как оно ну это термометр же правильно называться как оно как оно типа градусник термометр же правильно называется На молодежном сленге это слово обозначает использовать, применять, пользоваться чем-либо, Таня, это твой, короче, вопрос, черпать, видеть, юзать, копать. Юзать? Юзать. А почему Таня знает, а вы не знаете? А потому что я чуть-чуть отстала от сленгов этих, это слишком молодые сленги, по-моему, как называют исполнителем музыки в стиле рэп, ромпер, рэпер, классик, саппер, рэпер. Верит, девчонки идут, один раз поткнулись, но это наоборот. Но не упали. Да, да, это наоборот. Кто? Режиссер фильма «Берегись автомобиля». Блин, еще бы знать, что это за фильм такой интересный. Вы не видели фильм «Берегись автомобиля»? Нет. Давайте возьмем подсказку. У нас осталось «Звонок другом» и «Апельсин». Итак, мы передаст вам вопрос компании «Апельсин». Они там спорят, дерутся, дискутируют. И большая часть, да, Японский городовой, космос. Большая часть считает, что это вариант С. Почему С? Б? Б, прошу прощения, я вводил вас за влуждение просто. Бризант. Ну, давайте. Да, это верно. Что надо сказать? Что надо сказать? Спасибо. Правильно. Идем дальше. Какая из этих рыб в словаре названа акулой больших рек? Карп, щука, сом, карась. Блин, ну как бы сом может быть очень больших размеров. Почему щука? Акулы большие. Мне кажется, мы сейчас со шучёмся. Ничего страшного. Зато вы получите удовольствие от проезда. Тань, что? Сом? Щука? Или сом? Сом? Он большой. Или звонок? Да сейчас звонить кому-то еще не поймут. Обязать долго. Мне кажется, сом. Потому что сомы очень большие. Так. Ну давай. Вот сюда? Да. А почему именно акулы тогда? Ну, не знаю. Потому что он выглядит как ула. Страшно ехать с усадиной. Завезёте меня куда-нибудь. Давайте сом. Действительно. Пускай будет сом. Это будет правильно. Вот, Таня, хорошо, что я тебя не послушала. У меня есть логика, оказывается. Мы почти приехали. Кто стал первым вокалистом группы Браво? Евгений Осин, Роберт Ленц, Жанна Агузарова, Валерий Сюткин. Скажите, прямо или налево? Прямо. И сразу налево. Аня. Звонок другу это будет очень хорошо. А уже все? Мы уже приехали. Звонки. Нельзя. Эх. Жаль. Можно папу спросить? Который лазит. Который лазит. Ой, мамы там все. Я не знаю просто группу Браво вокалистов, кто это, что это. Ну, тогда уже на удачу. Давай Евгений Осин. Евгений Осин. Давай Евгений Осин. Давай Евгений Осин. Нет. Агузара. Ага. Вот так вот. Вся семья работает на доме. А где наши 10 тысяч мы их выиграли? Ну что девчонка, спасибо большое. Напомню, что каждый вторник 19-30 вы можете видеть не только себя, но и вашего друзья. Хорошо. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова